всем большой привет добро пожаловать на мой канал мы с вами начинаем новый влог и сегодняшний влог я хочу начать с моей кухни я вас сразу же приглашаю на свою кухню потому что у нас сегодня много дел здесь нужно обязательно помыть холодильник мы купили новые продукты и прежде чем я их сюда сложу нужно все тщательно помыть холодильнике есть потеки есть загрязнения поэтому будем сегодня его отмывать и приводить в порядок первым делом опустошу холодильник у меня в принципе он так или иначе почти пустой вот как то так получилось что он опустел то ли мы не закупились хорошо на прошлой неделе то ли мы все быстро поели кое-что я конечно по выкидывала ну и вот так получилось что он пустой и я решила что это прекрасная возможность помыть его более тщательно даже здесь из этого ящика я выкинула немного бекона и сыра которые были уже не первой свежести ну и мыть я сегодня буду только этот маленький ящик потому что именно в нем я вижу потеки от арбуза которые уже высохли и просто тряпкой их уже не отмыть а большой ящик там где лежат овощи он в принципе всегда остается чистым потому что овощи я храню в специальных контейнерах они не соприкасаются с этим большим ящиком поэтому он остается всегда более чистым ну и вот здесь я достаю только нижнюю полочку дверки и стеклянные полочки которые также нужно помыть под водой потому что здесь тоже есть потеки от арбуза на этой маленькой полочки у меня лежала куркума которая просыпалась и покрасила мне полку в желтый цвет поэтому нужно ее потереть средством для мытья посуды чтобы все отошло ну а остальные полочки которые у меня на дверях я по ним просто пройдусь тряпкой я вам уже много раз говорила что всегда прежде чем сложить в холодильник новые продукты перед закупкой мне нужно подготовить его обычно я прохожусь по холодильнику просто тряпочкой но сегодня не тот день сегодня я здесь использую средства для мытья посуды чтобы сделать глубокую уборку ну а в конце смою все микрофиброй я в течение августа немного запустила конечно квартиру некоторые позиции такие как холодильник например по большей мере выполняла какую-то ежедневную быструю уборку а сейчас мне уже потихонечку нужно начинать генеральную уборку в комнатах я давно уже не мыла окна и рамы нужно сидушки помыть на диванах снять все наволочки шторы помыть обязательно в общем нужно сделать более такие глобальные дела на этой неделе уже возвращается христо чуть раньше запланированного потому что он уже не выдерживает эту ночную смену в принципе работа не тяжелая но не спать ночью он не может я его прекрасно понимаю потому что сама не могу ночью не спать мне обязательно нужно ночью выспаться чтобы утром быть полноценным человеком поэтому я его прекрасно понимаю и очень рада что он возвращается домой тут я уже покончила с холодильником мне осталось высушить эти стеклянные полочки и вернуть их обратно ну что ребята холодильник у меня уже чистым теперь быстренько пробегусь по нашим овощам и фруктам и уже начну их закладывать обратно в холодильник красиво организовывать итак здесь у нас вот такой большой арбуз красный репчатый лук красный зеленый болгарский перец я красный перец очень люблю использовать именно в обедах салаты тоже использую но именно в обедах он мне нравится намного больше а вот зеленый болгарский перец я очень люблю нарезать именно в салаты и посмотрите какой красивый баклажан я купила они вот все такого размера вот такие малютки хочу поискать в интернете какой-нибудь интересный рецепт где баклажаны именно вот такие маленькие нужно запекать целиком так что поищем и приготовим здесь у нас томаты огурцы купили вот такие ароматные вкусные яблоки и нектарин нектарин сейчас такой вкусный такой сладкий обожаю нектарин и бананы давненько мы их не брали наверно подустали я их увидела и купила здесь у нас красный черный виноград это сорт без косточек именно такой ем я и дети тоже в принципе только такой едят и взяли очень много кукурузы мне подписчица подсказала как лучше всего их морозить поэтому сегодня буду пробовать начинаю раскладывать овощи и фрукты по контейнерам я эти контейнеры прямо салфеткой протираю и стилю новое бумажное полотенце мне очень удобно хранить овощи таким образом потому что они не смешиваются между собой я в один контейнер складываю например морковь и кабачок в другой болгарский перец а в третий контейнер положу баклажаны и открывая ящик у меня все перед глазами овощи не перемешиваются и мне очень нравится такое хранение она для меня пока что самое удобное перед тем как я уберу арбуз в холодильник его обязательно нужно помыть и разделить на пополам или нарезать на кусочки целиком я его положить холодильник не могу потому что он очень большой и я боюсь и что под тяжестью может треснуть стеклянная полочка поэтому я обычно или режу его на куски или как сегодня разделю его на пополам затяну пищевой пленкой и уберу в холодильник решила тут же почистить кукурузу и подготовить ее к заморозке пока она только-только свежая с рынка я кукурузу уже очистила и теперь делю ее на пополам залью водой поставлю на огонь и варить буду буквально 10 минут я сегодня следую строго по рецепту своей подписчицы ну и пока кукуруза будет вариться 10 минут я время зря не буду терять и помою раковину как обычно буду использовать хлор содержащие средства это единственное средство которое мне моет раковину на все сто процентов не могу сказать что ядовитое средство что я прям задыхаюсь и не могу дышать нет абсолютно нормальный запах у него но как только я его наношу он прям на глазах съедает этот желтый налет который образовывается от пищи первым делом я наношу это средство на раковину отмываю все пятна все загрязнения затем я просто тряпочкой его смываю и потом уже средством для мытья посуды опять мою всю раковину чтобы хорошо смыть вот это хлор содержащие средства я выкинула старую тряпку губку и перчатки достала новую тряпочку и уже новой микрофиброй все смою и высушу насухо мы и 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 Прошло 10 минут, кукуруза сварилась и теперь в отдельной миске я подготавливаю ледяную воду. В миску засыпала лед, налила холодную воду и сейчас нам нужно извлечь кукурузу из кипящей воды, погрузить ее в ледяную воду, оставить буквально на одну минутку, чтобы приостановить процесс приготовления кукурузы и переложить в дуршлаг, чтобы вся лишняя вода стекла. Ну и с остальной кукурузой я поступлю таким же образом. Ну и когда вся лишняя вода стекла с кукурузы, я принесла пластиковые подносы, постелила на них бумажные салфетки, выложила всю кукурузу и оставила ее высыхать. Она у меня буквально через час вся просохла. Я решила каждую кукурузу завернуть в пищевой пакет по отдельности, вот таким образом. Я не знаю, если хранение кукурузы как-то повлияет на вкус. Наверное, можно было сложить и в пищевые пакеты или в контейнеры. Но я все-таки решила перестраховаться и завернуть каждую по отдельности. Кукурузу, которую я уже замораживала в сыром виде, я ее сварила и попробовала. Не могу сказать, что она была ужасной и ее невозможно было есть, но, естественно, она потеряла немного во вкусе и качестве. Посмотрим, как пойдет с этой кукурузой. Ее после заморозки просто нужно будет варить в течение 15 минут. Подписчица сказала, что это самый лучший вариант. Девочки, у меня отличная новость. Неделю тому назад вернулась моя мама из Тбилиси после двухмесячного отсутствия. Ну и вернулась с ней с пустыми руками. Она ходила в магазины, разные торговые центры, на рынки. На такие рынки, где продаются только посуда, текстиль, ну все такое, все для дома. Она мне звонила, показывала вещи. Ну и я выбирала и она мне, в принципе, купила то, что мне понравилось. И сразу отвечу на вопрос, который точно мне зададите. Как же она это привезла? Она это не везла в самолете. Она сделала отдельный ящик, отдельную коробку и послала с грузовым автобусом. Вот автобус буквально в пятницу приехал, и мы просто сходили и забрали эту коробку. Ну и давайте уже начну открывать, чтобы долго вас не томить. И первая у нас вот такая очень красивая ваза. Я хотела вазу для фруктов, ребята. Я маме сказала, подыщи мне какую-нибудь вазу белую для фруктов. Вот она мне показала вот эту вазочку вот с таким подносом бамбуковым. Обожаю сочетание белого с деревом. Посмотрите, как это красиво выглядит. Ваза сама не очень большая. Она запросто сойдет и как конфетница. И знаете, даже на какой-то праздничный стол, если я захочу сюда поставить салат, какой-нибудь с майонезом, например, или тот же салат Цезарь, или просто порезать огурец с помидором, ну, тоже будет выглядеть шикарно. Вот, посмотрите, какая она красивая. Очень мне понравилась форма. В общем, скорее всего, я эту вазу буду использовать как вазу для фруктов. Здесь у нас вот такая чаша с маленькими десертными ложками. Это подарок от двоюродной сестры. Она знает, что я очень люблю розовый цвет. И вот передала мне такую чашу с десертными ложками. В общем, угодила она мне на все 100%. Огромное спасибо двоюродной сестре. Вот как-то так. Сервировать, положить на стол с десертом. И, ну, это очень красиво, оригинально, что-то необычное. Вот этот мраморный эффект тоже мне очень нравится. Сама чаша здесь керамическая. Да, и даже рукоятки на ложках тоже керамические. В общем, супер оригинальная вещь. Мне очень нравится. Дальше у нас кухонные весы, девочки. Я маме заказывала весы. Я говорила, что кухонные весы я уже хочу поменять. Здесь даже положили батарейки. Вот, так что если увидишь что-то интересное, оригинальное, то сразу бери мне. Вот, она мне подзвонила, показывала мне весы и в белом, и в розовом цвете. Ну, я выбрала розовый цвет. Знаете, может быть, кто-то скажет, что очень много розового, хватит уже баловаться. Но, девочки, это моя кухня, мой дом. Мне очень нравится розовый цвет. Он радует мой глаз. Доставляет мне эстетическое удовольствие. Так что пока что розового будет много. Вот такие прекрасные весы. Тоже мне очень понравились. Дальше у меня идет вот такая скатерть, девочки. Тоже в розовом цвете. Вот так она выглядит. Производитель Турция. Между прочим, не маленькая скатерть. Размер 160 на 220. И здесь, девочки, написано Тефлон. Если я не ошибаюсь, то это ткань. Но если я ошибаюсь, поправьте меня. Я не уверена. Я сейчас ее раскрывать не буду, конечно. Но когда будет повод, я ее постелю на стол, вы ее увидите. Но у нее посередине идут узоры и по бокам. Вот такие красивые узоры. Не знаю, если вам видно. Но, в общем, розовая тоже скатерть. Потому что белая у меня есть. Поэтому взяла в розовом цвете. Здесь мама мне взяла вот такие гибкие доски. Здесь их 4 штуки в разных цветах. Вот красный предназначается для мяса. Зеленый для овощей. Желтый для птицы. И синий для рыбы. Вот такая гибкая доска. Вот режешь и прям вот так же опускаешь в кастрюлю, например. Практично, удобно, гигиенично. Ну, а вот здесь, девочки, у нас кофейные чашки. Вот такие белые кофейные чашечки. Очень красивые, ребята. С такой милой розовой деталью. Это небольшие бабочки. Мне в прошлом году мама привозила кофейные чашки. Вот в таком розовом цвете. Но они чуть больше. А вот эти маленькие, ну, из которых мы пьем наш греческий кофе, да, с осадком. Я их все разбила, ребята. У меня только одна чашечка осталась. И вот мама мне докупила. Не знаю, почему так происходит. Но с чашками и с стаканами я не дружу. Я их очень быстро разбиваю. Вот с тарелками нет такой беды. Но со стаканами и чашками, да, я их бью просто со скоростью света. Вот, мама увидела вот такой. Такие оригинальные чашки. Позвонила мне, говорит, ну, она смотри, что я нашла. Ну, я ей сказала сразу же, мама, бери. Ну, не красота ли, девочки, согласитесь. Блюдечко в таком интересной форме, в форме сердечка. И эти золотые каемочки тоже, ну, очень оригинальные чашки. Буду пользоваться осторожно, чтобы, не дай бог, не разбить. И дальше, ребята, еще две коробки. Это уже сковородки. Именно вот эта сковорода была инициатива мамы. Ей очень понравилась она. Она и себе купила точно такой же и сковороду. И, мне кажется, небольшой сотейник такой же она взяла. Ну, очень красиво, конечно. Но это стиль мамы. Мне, конечно, нравится. Я ничего не могу сказать. Это очень красиво. Но у мамы дома все такое золотое, хрустальное. А у меня более такое белое, розовое и дерево. Да, вот соотношение мне очень нравится. У меня более романтический такой стиль. У мамы более классический. В общем, вот такая сковорода. Ну, очень красивая, тяжелая, девочки. Я думаю, будет хорошая, качественная. Не знаю, что за напыление. Знаете, информации большой здесь нет. Это тоже турецкий бренд. Вот такая ребристая сковорода. Сковородка-сотейник, я бы сказала. Она даже как небольшая кастрюля пойдет. Со стеклянной крышечкой. И вот с такой милой рукояткой. И последняя коробка. Это три розовые сковороды, девочки. Это был такой, знаете, самый первый мой заказ маме. Она пока еще была здесь. И я ей говорила, мама, найди мне розовые сковородки. В комплекте идут три сковороды. Вот самая большая, 28 сантиметров в диаметре. Средняя 24 и самая маленькая 20 сантиметров. Ну, не знаю, какого они качества, девочки. Это тоже турецкий бренд. Очень красивые. Конечно, они визуально очень красивые. Рукоятка это пластик. Уж не знаю, сколько времени они мне прослужат. Но, как известно, ничто не вечно. Ну, на какой период времени они мне будут служить, я буду радоваться. Это самое главное. Но хочу вам сказать, что вот сковорода, она не настолько тяжелая, как, например, вот эта белая. Эта белая очень тяжелая. Поэтому, не знаю, буду пробовать. И уже, когда испробую, у меня сложится уже окончательное мнение. Вот стоили они или нет. Но, во всяком случае, они очень красивые. Девочки, как и обещала, я нашла очень интересный рецепт на просторах интернета. Я никогда раньше так не готовила баклажаны, но этот рецепт меня очень заинтересовал. Поэтому давайте готовить вместе. У меня 10 небольших баклажан. Они очень упругие и свежие. Полкилограмма говяжьего фарша, репчатый лук, чеснок, 1 томат, красный-зеленый болгарский перец и зелень. Первым делом нам нужно баклажаны запечь в духовке. Поэтому я делаю вот таких 3 неглубоких надреза. Прорезать их очень глубоко не надо. Я, наверное, дохожу где-то до середины. Делаю надрезы на всех баклажанах и выкладываю на противень. Противень я застелила пергаментной бумагой. И теперь мне баклажаны нужно посолить, залить оливковым маслом и отправить в духовку запекаться. Баклажаны у меня запекались 40 минут при температуре 180 градусов на режиме верх-низ. Пока наши баклажаны будут запекаться, как раз будет время приготовить начинку. Нарезаю мелко репчатый лук, болгарский перец и отправлю на сковороду тушиться. Решила испробовать новую сковороду в деле. Сразу хочу вам сказать, что я осталась очень довольна. Мне понравилось на ней готовить. У нее форма очень удобная. Ничего никуда не выскакивало. Ну и качество у нее шикарное. Наливаю оливковое масло и перекладываю овощи. Сюда же выдавливаю 2 небольших зубчика чеснока. Все хорошо перемешиваю. Добавляю фарш. Заливаю совсем немного воды. Буквально полстакана, чтобы фарш прокипел 10 минут. Закрываю крышкой и оставляю готовиться. Ну а тем временем мелко нарежу томат. Томат отправляю к фаршу и добавляю сахар. Где-то пол чайной ложечки. Солю, перчу. Все хорошо перемешиваю. Накрываю крышкой и оставляю фарш доходить еще 5 минут. Ну и буду нарезать зелень. Из зелени у меня петрушка, укроп и кинза. Когда фарш уже готов, я выключаю газ. Добавляю зелень, перемешиваю. И вот такая ароматная начинка у нас готова. Зеленый болгарский перец я также выбирала маленьких размеров. Теперь делю их напополам. И далее вы увидите, как я их буду использовать. Баклажаны приготовились. Очень хорошо запеклись. И теперь смотрите, там где мы делали надрезы, я надавливаю и придаю им форму лодочек, чтобы легко их было начинять. Обязательно досаливаю и начинаю перекладывать сюда фарш. Это количество фарша мне просто идеально хватило на все баклажаны. Сверху у меня еще пойдет тертый сыр. И сегодня я использовала сыр регато. На мой взгляд, это идеальный сыр для мяса. Я его всегда использую, когда делаю гнезда из фарша или мясо по-французски. В общем, присыпаю все баклажаны сыром. Ну, а болгарский перец я выложу только на нижний ряд. Вообще-то, изначально я хотела все баклажаны закрыть болгарским перцем, но потом я не увидел это и попросил меня не закрывать все баклажаны перцем, а несколько штук оставить без них. Баклажаны кладу обратно в духовку, чтобы сыр и болгарский перец зарумянились. Те же градусы, 180 градусов, режим вверх-вниз, запекаем еще 30 минут. Ребята, блюдо получилось просто бомба! Пока еще баклажаны вкусные и нежные, обязательно приготовьте их, попробуйте. А я на этой вкусной нотке буду прощаться. Надеюсь, вам было интересно со мной. Всем желаю хорошего вечера и всем пока-пока!